Она охраняет свой гамбургер, даже во сне его никому не отдает. Вау, ребят, смотрите, как это красиво! Бедный наш врач, мне его даже немного жалко стало. Привет, дорогие друзья, вы на канале Милогейм. Ребята, у меня для вас в этом видео будет очень много классных секретов и лайфхаков нового обновления. И они очень-очень прикольные. И это видео, ребята, уже начинается с классного лайфхака. Смотрите, у меня малыши парят в воздухе. Как, ребята, это сделать? Очень-очень просто! В этом видео будет очень много классных лайфхаков. У нас в кулинарии появилось кое-что интересненькое в нашей пекарне. А также, ребята, очень классный секретик с животными. Поэтому смотрите это видео до конца, будет очень-очень интересно. Так вот, ребят, как сделать так, чтобы наши малыши вот так классно парили в воздухе? Это сделать очень просто. Ваши малыши просто из телефончика должны падать сразу на батут. И они вот так зависают. Это очень-очень прикольно. Классно, ребята. Мне очень понравился этот прикольный лайфхак. А еще, ребята, классный лайфхак в том, что малыша можно садить на коляску. И он будет стоять в коляске. Как это сделать? Мы берем малыша. После этого, ребята, малыш должен встать. Вот так. После этого, ребята, мы его кладем в колясочку. Он должен быть в положении стоя на земле стоять. Потом мы его кладем в коляску. После этого, ребята, мы нажимаем на малыша эмоции. И опять нажимаем. И он, ребята, стоит в коляске. Это очень-очень прикольно. Смотрите, как он классно в ней стоит. И маленького малыша тоже теперь видно, и он не перегораживается большим малышом. Смешно, правда, ребят? Очень крутой лайфхак. Ну ладно, поехали дальше. Мы с вами приехали в домик деревянный, но малыш, смотрите, уже лежит. Так что из локации в локацию, когда мы переходим, то малыш ложится. Ребята, в прошлом видео я показала промокод, по которому можно получить вот такое потрясающее кресло, а также, ребят, вот такие красивые очки, сумочку радужную с кроликом. Она очень-очень красивая. Ну и, конечно, вот этот костюмчик, поэтому, кто еще не видел, приходи на канал, смотри. Видео было очень-очень интересное. Еще один, ребята, классный лайфхак. У меня, кстати, здесь спрятаны эти коробочки, которые я получила по промокодику. Смотрите, мы открываем, здесь у нас есть вот такая кладовочка. Мы можем, ребят, туда прятать тоже все, что захотим. Здесь у меня уже две коробочки новенькие, которые я получила вчера. Видео есть на канале. Смотри, там очень классные промокодики. А еще, ребята, можно туда спрятать просто огромные предметы. Я думаю, что многих напрягают вот эти огромные коробки, которые стоят в этой комнате. Они портят интерьер. Большая коробочка, ребят, не помещается, а вот маленькая прекрасно помещается. Еще, ребята, туда даже можно убрать вот этот микрофон, когда он нам не нужен. Или, ребята, вот такая стоечка с фотоаппаратом. Не всегда мы им пользуемся. Можно туда убрать. Жалко, конечно, что большая коробка не помещается, но все равно кладовка очень классная. Мне очень понравился этот лайфхак. Теперь, ребята, мы с вами отправляемся в пэтшоп. Там тоже очень классный секретик. Мне, ребята, написали в комментариях, что у нас, у рыбок, тоже появились эмоции, когда мы стоим рядом с ними. Давайте попробуем, как это сделать, ребята. Вот, ребята, вы ставите аквариум на пол. После этого персонаж должен подойти близко к аквариуму. Это может сработать не сразу, ребят. Смотрите, у меня сначала не появилось. Давайте еще пробовать вот так персонажика ставим рядом с аквариумом. Так, почему-то сейчас не получается. Не всегда, ребята, срабатывают. Вот, ребята, сработало. Смотрите, появились эмоции с рыбками. Первая эмоция. Я рыбки машу. Она мне тоже пловничком машет. Дальше, ребят, мы с ней прыгаем. Рыбка тоже, смотрите, как классно прыгает. И у нее пузырьки появляются. Круто, правда? Дальше рыбки тоже умеют танцевать. Так что рыбки тоже не обделены, ребята. И у них появились танцы. И смотрите, у нее изо рта пузырики в форме ноток вылетают. Ребята, это же просто мега круто. Пузыри в форме ноток. Классно. И еще одна реакция. Она меня слушает, а я ей рассказываю интересную историю, ребят. Так что я очень рада, что рыбки у нас тоже научились все это делать. Спасибо, ребят, вам за ваши классные комментарии. Я бы точно сама это не увидела. Ну а теперь, ребята, смотрите, она у нас теперь там танцует в аквариуме. Прикольно. Теперь, ребят, классный лайфхак с питомцами, собачками и кошечками. Нам нужно сейчас с вами взять собачку и кошечку. Мы отправимся на фудкорт. Давайте, ребят, возьмем нашего любимого рыжика. Рыжик у нас опять, смотрите, как интересно в коляску провалился. Ну ладно, и возьмем собачку. Давайте вот эту собачку, которая в будке. У нас сейчас, ребята, смотрите, теперь не могу, вот я посадила. У нас, ребят, смотрите, собачки могут в зубах держать игрушки. Такие, как, например, мячики, ну и косточки. Мы сейчас делаем, чтобы собачки держали во рту еду. Они могут котлетку, например, таскать или еще какую-нибудь интересную еду. Все, давайте делать этот классный лайфхак. Он просто супер, ребята. Мы с вами отправляемся в торговый центр. Нам нужен фудкорт. Фудкорт находится на третьем этаже. О, ребята, смотрите, куда я залезла вместе с коляской. Прикольно. Это очень классно. Ладно, ребят, поехали. А я, интересно, через трубу смогу проехать. Ребята, я с коляской через трубу проехала. Классно я... О, ребята, вы это видели? Это так смешно было. А если еще ниже... О, ребят, смотрите, как мы классно катаемся. Ребят, это просто эпично смотрится. Мне понравилось. Ладно, ребят, поехали на третий этаж. Вот вам еще один лайфхак. Попробуйте так сделать. Все вместе кататься по горке. Со всеми вашими персонажами. Ладно, ребят, мы отправляемся с вами на фудкорт. Смотрите, что нужно сделать. Мы берем собачку и сажаем ее вот сюда. После этого набираем нужный нам ингредиент. Давайте сначала просто котлетку. Смотрите внимательно на собачку. Вот, ребят, смотрите, у нее в зубах теперь котлетка. Она такая смешная, как будто бы она ее утащила и смотрит по сторонам. Никто ли этого не заметил? А еще с этой котлеткой можно тоже делать разные движения. Смотрите, вон, такая хорошенькая она просит. Пожалуйста, дайте мне котлетку. Можно я ее заберу? Ребят, ну это очень-очень прикольно. Так что теперь у нас питомцы держат эту еду в зубах. Ей очень нравится эта котлета. Она довольна, что она ее взяла. Ребята, даже спать она может с котлеткой в зубах. Вот так это классно выглядит. Но, конечно, ребят, скушать котлетку она уже не может. И если мы ее вытаскиваем изо рта, то все, котлетка падает. Сделаем для нашей собачки самый настоящий гамбургер. Много всего вкусненького. Ей сделаем в этот гамбургер, и она пойдет с ним. Ребят, это будет смешно. Давайте что-нибудь ерадужное туда еще добавим. И немножечко вот такое интересненькое туда тоже сделаем. Смотрите, какая она прикольная. Все это держит в своих зубах. Классно. Мне очень понравился этот лайфхак. И даже нашей собачке корона выпала. Она теперь королева гамбургеров. Круто, ребята. Так, верхушку от гамбургера. Уже нет места. Так, давайте снимем вот это сверху. И сделаем ей верхушку от гамбургера. Все, ребят, смотрите, вот такая смешная собачка идет, и у нее в зубах гамбургер. Прикольно, ребят, очень классно это работает. Она охраняет свой гамбургер, даже во сне его никому не отдает. Классно, ребят, супер крутой лайфхак. И это, ребята, работает еще и с кошечками. Смотрите, также мы ставим кошечку. Давайте мы ей, знаете, что дадим нашей кошечке фришечку. Фри тоже можно давать в зубы питомцам. Смотрите, выбираем фри, например, в зубах фри. Или, например, салатик. Вот, смотрите, все это тоже работает. И кошечка может держать это в зубах. Теперь наши милые питомцы могут работать доставщиками еды. Смотрите, просто подошел ему это все положили, и он понес куда нужно по адресу. Смешно, правда, ребята? Тебе корону, песик, ты супер крутой. И котику тоже. Теперь мы с вами отправляемся в пекарню. Там появились новые украшения для тортиков. Ура, ура! У нас здесь уже тесто готово. Спасибо нашему кондитеру. Сейчас мы его используем. Так, мы замешиваем тесто, ребята. Вот такое красивенькое получилось. Дальше мы делаем формочку кругленькую. Давайте еще вот это тесто сделаем квадратной формы. Вот, у нас есть два теста. Какие новые украшения у нас появились? Смотрите, у нас для украшения есть вот такие орешки, фисташки, миндаль и фундук. Вот сюда сразу это все поставим. Сейчас будем использовать. А также, ребята, появились вот такие новые баночки. Я их не видела. Пишите в комментариях, были они или нет. Если мы на них нажимаем, то выпадают вот такие интересные штучки. Что это такое, ребята? Я не знаю. Возможно, что это соль или сахар. И вот у нас есть еще одна упаковочка. Из нее тоже выпадают похожие элементы. Ну, хорошо, мы сейчас с вами будем красиво украшать. Вот, я начну, пожалуй, с орешков. Мы украшаем орешками эти тортики. Мы его кладем. И смотрите, что получается. Новинка! У нас теперь орешки по кругу ставятся. Это очень классно. Еще это работает с фисташками. Фисташки тоже можно теперь делать по кругу. И они вот такие красивые, зелененькие. Давайте посмотрим, как еще миндаль будет работать. Тесто сделаем. Давайте все-таки сделаем светлое тесто, чтобы было хорошо видно. И сделаем его кругленьким. Вот, кексик. Ну, ладно. На кексике я еще не проверяла. Давайте посмотрим, как на нем будет миндаль смотреться. Ой, ребят, смотрите, вот так он. Но это тоже хорошо. Теперь он у нас измельчается и смотрится намного реалистичнее. Но я все-таки хочу попробовать на тортике, как это будет выглядеть. Сделала вот такое желтенькое тесто яркое. И на него делаем миндаль. Ребят, смотрите, какой прекрасный тортик получается. Просто мега симпатичный. Вокруг миндаль. В центр, например, можно сделать шоколад. Давайте сделаем шоколад какой. Давайте беленький, чтобы было лучше видно. И отправляем все это в духовочку. Посмотрим, какая красота у нас получится. И новые украшения для тортиков. Запекайся наш лимонный тортик. Вау, ребят, смотрите, как это красиво выглядит. Супер! И для этих тортиков тоже можно использовать шоколадную крошку. Например, я возьму вот такую розовенькую. А для второго тортика давайте тоже беленькую, чтобы было видно наши орешки. Как же они располагаются сверху на тортике. Вот сюда я сделаю беленький шоколад. А вот сюда розовенький. Отправляем наш фисташковый тортик запекаться. Так, он у нас куда-то завалился. Так, вот так. Ну все, будет смотреть. Вау, ребят, красиво. Смотрите, какой классный теперь торт. Более такой праздничный стал. Ну и в центр, конечно, можно украшать нашими классными штучками. Они также работают, не изменились. Просто можно в центр вот так их положить. Вот такой, ребята, вкусный тортик. На 14 февраля, ребята, у нас, кстати, скоро уже будет 14 февраля. Будем такие тортики с вами печь. Но этот тортик тоже сейчас запекем. Но это, ребята, еще не все. У нас поменяли свои возможности. Можно так даже выразиться. Смотрите, какая красота. Шикарный тортик. Еще у нас поменяли свои функции безе. В холодильнике вот эти баночки, ребята, это безе кругленькие. И вот такие в форме крема, они тоже теперь стали укладываться вокруг на тортики. Давайте попробуем. Вот такие кругленькие. Если их сделать на тортик, то они, смотрите, становятся как будто бы жемчуг вокруг. Как будто бы это бусики из жемчуга. Это так красиво выглядит. Я хочу теперь сделать тесто темное, чтобы на нем было красиво это все смотрелось. Давайте добавим туда печенье, например, вот так. И помешаем потом. После этого окрасим тесто, например, вот в такой синий цвет. И сделаем формочку кругленькую. Вот такой формы. И вот такой чудесный тортик у нас получается. И тоже сделаем так же шоколад в центр. Отправляем в духовку запекаться. Вот такой классный тортик получился с безешками по кругу. Я рада, что у нас пекарня тоже улучшается и новые возможности появляются. Это, ребята, очень-очень классно. И, пожалуйста, напишите в комментариях, как вы думаете, что же это такое, вот эти ингредиенты, как они работают. Но когда мы их используем, в принципе, ничего не изменяется. Я думаю, что это просто типа соль или сахар. Не знаю, ребят, пишите в комментариях. Но новые возможности просто мега-мега классные. С орешками и с безешками. И еще, ребята, многие в комментариях мне писали, что в больнице у нас появилась какая-то дверь с тайным замком. Вот здесь, ребята, в приемной, если убрать вот этот ящичек. Все ждут, что там будет ключик. Я тоже всегда проверяю. Мне интересно, вдруг появился ключик. Есть вот такая дверь. Когда ее открываешь, то здесь есть вот такая интересная штучка и вот такая инструкция, ребята. Это уже было. Было давно. Но потом она куда-то пропала. Я еще искала, думаю, куда делся гипс из больницы. Это, ребята, гипс. И тут все ясно написано, что нужно просто налить водичку и можно использовать это как гипс. Давайте попробуем, поиграем с этим, с этой штукой. Вот так она работает. И после этого мы можем делать гипс для разных частей тела. Смотрите. Например, вот на голову. Давайте испробуем. Вот так это выглядит. Ну, выглядит, конечно, интересно. Интересно. Так, наливаем еще. И сделаем еще гипс на ногу. Но гипс у нас только на одну ножку. А, это, ребята, на руку я сделала. Дальше на ножку сделаем. Ребята, смотрите. Я выбираю ногу, а у меня делается гипс на руку. Это какой-то прикол. У нас здесь немного перепутано. Проверьте, ребята, тоже. Это смешно. Сейчас выберу на руку, а у меня делается на ногу. Прикольно. Я сначала думала, что я никто нажимаю. Нет, ребята. Перепутано. Так что проверьте тоже. И еще есть вот такая на шею, ребята, повязка. Бедный наш врач. Мне его даже немного жалко стало. Давайте все снимем с нее. Пусть это будет никому не пригодиться. Никогда это, чтобы никому не пригодилось. Так, а как теперь снять с нее с руки и с ноги? Почему-то не снимается. Ладно, давайте сделаем вот так. Наверное, ее просто нужно переодеть. И у нее все это пропадет. Я принесла для нашего врача вот такое красивое платье. Давайте пробовать. Да, ребята, рука снялась. А вот шея, ребята, почему-то не снимается. Наверное, это украшение. Но я еще и украшение ей принесла. Давайте надевать. Да, ребята, ура, наш врач опять здоровый. И с ней все хорошо. И прикольное украшение мы ей подарили. Вот такие, ребята, классные секреты и лайфхаки нового обновления. Я надеюсь, ребята, что они вам понравились. Мне было очень интересно их проверять. Они действительно очень классные и интересные. Спасибо всем за ваши комментарии, что мне пишете интересные лайфхаки и секретики. Обязательно буду показывать их видео, рассказывать другим ребятам. Ребята, всем спасибо за просмотр. Всем классного настроения. И встретимся, как всегда, на канале Милая Гим. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok